Безусловно, с особым интересом за сегодняшним событием наблюдают политологи и социологи. Мы связались с одной из ведущих в стране компаний по изучению общественного мнения Института социального маркетинга «Инсомарх», основная специализация которого – работа с регионами. Даже в условиях пандемии его команда не прекращала исследования, они проводились в том числе в онлайн-формате. Держа руку на пульсе и оставаясь в курсе текущей ситуации, специалисты института хорошо осведомлены о настроениях в обществе. И сейчас на связи со студией политолог Виктор Потуремский. Виктор, что показывают исследования вашего центра относительно осведомленности населения о сегодняшнем событии и отношении россиян к поправкам? По поводу содержания поправок массы исследований, есть исследования у коллег, у ФОМ, у ФЦИОМ. И то, что касается блока поправок, то там, значит, на первом месте универсально оказывается так называемый социальный блок, который связан с закреплением ответственности государства по социальному блоку, то есть индексация пенсии, зарплаты, помощь сиротам, материнский капитал и все, что с этим связано. На втором месте находятся так называемые ценностные поправки. То есть это темы, которые, ну вот, я бы назвал темами общественного консенсуса. То есть это темы, которые являются, ну скажем так, темами согласия для большинства граждан, причем независимо от их политических взглядов. Ну а что касается самой нашумевшей поправки об обнулении, правильно ли понимают ее смысл граждане? Тезис номер один. Значит, поправка об обнулении не означает, что в 2024 году автоматически Путин становится президентом. Она дает ему возможность участия в предстоящих выборах. Тезис номер два. Второй момент, вот вторая плоскость, она, на мой взгляд, уже, собственно, не имеет отношения к общественному мнению, а имеет большее отношение к государственной власти, политике и устройству. Значит, если мы сейчас в 2020 году понимаем, что в 2024 году Путин уходит, то это будет означать следующее. Это будет означать старт гонки преемников. То есть на ближайшие четыре года мы получим, ну, скажем так, очень сильную конкуренцию политических сил за место президента. Значит, в этом смысле к поправке об обнулении можно относиться, ну, вот как к некоторому блоку, там, простите мне, это не образное сравнение, заглушке, которая позволяет действующему президенту оставаться не хромой уткой, а оставаться действующим политиком номер один в стране. Я не знаю ни одного человека, ни одного специалиста в профессии, который мог бы однозначно построить прогноз, какое решение Путин примет в 2024 году. Вопрос, которым в преддверии дня голосования и после задавались многие, почему нам предложили на выбор сразу целый пакет поправок, а не каждую по отдельности. Здесь, ну, вот, неизбежность, понимаете, это сродни математической задаче. То есть проголосовать за каждую из поправок в отдельности, это просто нереально. И с точки зрения права, и с точки зрения, ну, вот, физического объема придумать процедуру, которая позволила бы провести такое голосование, невозможно. Поэтому голосование пакетом, это нравится, это или не нравится, но это во многом неизбежность. Спасибо, Виктор. Телезрителям напомню, что экспертным мнением относительно голосования и непосредственно изменений в главном государственном документе с нами поделился директор по политическому анализу Московского института социального маркетинга «Инсомар» Виктор Потуремский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова